Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые я вел в 90-х годах, потеряю птичку. Вот посмотрите, собака. А что собаке сказать? Собака и собака. Так не то, что там кормить, это уже само собой. Что вообще от собаки можно взять полезного? И главное, на основании Библии. Вот послушайте, какие занятия. Это я вел с людьми, которые сидят рядом, слышат, знают. Сказал, сегодня собаки будет. И чтобы все из деревни привели своих собак. Прямо собаки здесь ловят, я тут веду занятия. По полтора часа занятия были. Считаем. Приезжает близкая мне баба Дуся Фокина из Рубцовска. И со слезами печалуется мне. Потеряла я дорогую мне внученьку. Понятно, я сразу подумал, надо собаку, и собака искать по следу. Внучку потеряла. Подумал, что погибла девочка. Девчонка. Девчонка, под машину попала. И поведала она свою историю. Спала она своей внученькой. Спала. Ну почему спала-то? Спала-то упала откуда-то. А спала. А, спала. Спала сном. Ты как-то не чувствуешь текста. У меня в стихах и везде. Ну, молись об этом. А, спала она со своей внученькой, шестиклассницей, в одной комнате. И известное дело, если муж безбожный коммунист и курит при том, то ее сердце любящая постоянно нуждается в объекте любви, чистом, ответном. Да. Таким пунктом ее любви была ее внучка, добрая и ласковая. Это она приехала, баба рассказывает, и со слезами все. Ну, у внучки есть собака, за которой она ухаживает, выгуливает. И бабе кто-то из знающих подсказал, что нельзя держать псину там, где есть святые иконы. Иначе благодать покинет и дом, и ее. Она сказала внучке о том, и это переместилось в другую комнату, так как явная несовместимость жильцов. Видимо, бабушка думала, что внучка из любви к ней отдаст кому-нибудь свою собачку, и они будут снова в радости пребывать. Теперь каждый стоит на своем. Но если у девочки только любовь к животному, которую нужно заменить и на другое, то у бабули нет выбора. У нее вопрос, быть или не быть, более жестко стоит. Речь идет уже о вечности, о любви неповторимой, незаменимой ничем. Бабушка как раз из тех, кто не просто ходит в храм, но искренне верит всему написанному в Библии. Молитвенница, лучшая подруга моей подруги, тети Тони Баклановой. Они обе тайные монахини из подпольных тихоновцев. Но потом, после бесед в моем доме, пришли к признанию официальной церкви. Патриархийных. Стали в храм причащаться. Все. То есть эти люди мне очень близкие. 32 человека пришли оттуда. Вот, пожалуйста, миссионерская работа. Мою миссионерскую работу признавали не кто-то органы КГБ. Хотели меня забросить в тайгу, там, где вот Кабаза и проще. Много людей, которые не признают эту советскую власть, не имеют документов, детей не пускают в школу. Это признано не Дворкиным. А я нигде не учился на это. Это Бог дает на молитве. Дальше. Существует поверье. Ну, поверье. Поветрие. Поветрие. То есть ветром заразу какую-то надувает. На ненависть к собакам. Что где есть собака, там не может пребывать ангел-хоронитель. И как же быть ей без ангела? Тогда баба предложила вывести собаку или выйти вместе с ней же. Родственники все любят бабу мою свою. И все ей покорились в этом деле. Старушка она невластная и очень уж набожная. И стоит она, как свечечка, всегда перед Богом. Росточка Махонькова. Росточка. Росточка Махонькова, сухонькая, пряменькая. Пряменькая. Вот похоже на нашу Серафиму Савельевну Гавриловну. Спрашиваю, почему же решила, что ангел так ревниво наблюдает за присутствием в комнате собаки? Да как же, об этом же все знают, да и доказывать не надо. Стал я ей показывать отдельное местописание. Вот пример, что ангел не воюет против собаки, а даже путешествует с нею же. Тави там. Так и условились. Тогда он сказал Тавии, будь готов в путь и отправляйся благополучно. И приготовил сын его нужное для пути. И сказал ему отец, иди с этим человеком. Живущий же на небесах Бог да благоустроит путь ваш, и ангел его да сопутствует вам. Это был архангел Рафаил. И отправились оба. И собака юноша с ними. Собака, ну надо знать писание дальше. Тави. А ты возьми в руку и желчь рыбью. И пошли. За ним побежала и собака. И архангел рядом идет. Открыли, читаем. Так что же, ангел Рафаил. Архангел, почему ты считаешь так? Не знаю. Архангел Рафаил, которому я молюсь, был вместе с собакой. Да, так говорит Святая Библия. И читаем далее, что собаки не просто привязаны далеко на даче или во дворе, но собаки под столом у человека, когда она ест. Когда он ест. Когда он ест. А не газеты читает. Или эти собаки были на веранде, или их запускали только на время еды. От Матфея. Она сказала, так, господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господых. Марка. Тема наших занятий сегодняшних о собаках. Чем это животное отличается от других? Каково наше отношение должно быть к ним? Я просил на этом занятии привезти всех собак, у кого есть. И мы наглядный урок проведем. Не вплотную друг к другу. Их привязывайте. Мы тут колышки забили. Вы к ним цепляйте своих охранников. Какой лай сегодня стоит здесь? Я вчера еще просил всех привезти своих питомцев. Так у некоторых появились щенки от восточной европейской овчарки. Сказал Виталий. Он сразу же. Долго вы будете тут булгачить? Какой грубиян. А чего? Из старобрядской семьи, где ничего животных не держат. Не надо. Собаку не надо. Кошку не надо. Только липучку. И они так и ведут это. Мы, говорит, у меня сестра, она в них, говорит, строили храм, когда и голуби прилетают, и так камнями в них бабки даже кидают. Голубей никогда старобрядцы не держат. Под разными видами они их уберут. То мыши заводятся. То есть не любовь. Нет. Свинья. О, это дело другое. Свинья. А что сравнивает, как Шариков говорил, слона и кота? Дальше. Вот так. Это только на мою просьбу привезти собачку. Булгачить. Я буду булгачить. Вот вообще. Он не любит животных вообще. И такие слова выдал, что хоть глаза на лоб закатывая. Остальные это все привели. Чем же я так мог его обидеть? Хамят беспросветно. Это катастрофа в душе. Это жестоковыность. И он будет наказан. Притом Богом наказан будет. Что интересно. Я уже заранее знаю, что он будет наказан так, как никто не будет наказан. Страшно удивительно. Вот за это самомнение. Дальше. Он взял щенка. И он обязательно убьет его. Да, я ему. У него собачку пытались дать, да. Некоторые. Некоторые же говорят, мы приехали потерявку жить спокойно. Отстаньте от нас. А у нас в уставе написано, чтобы собаки зря не лаяли. Только обнаружить постороннего. Таким отвечаю, что не будет именно вам спокойной жизни. И некоторые любители спокоя поедут в безбожные села жить. Так и было. Так он выехал и там и живет. Там им будет покой, когда будут у них все воровать. Да. Четвертое царство. И возвратились и донесли ему. И сказал он. Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фесвитянина. Сказал. На поле израильском сидят псы тела и изавели. Царица была. Если вы не хотите добровольно смирять души свои перед Богом, то Бог даст вам снова лейбу троцкого бронштейна. Этот жид вам будет мозги прочищать. И он разгромит все здесь. Такого петуха даст, что из дома не выскочите. Бог ищет содействия с нашей стороны, чтобы можно нам было с ним соединиться. Если же мы не стремимся к ротости, к этому единству, то Бог просто отметает таких. Говорит Григорий Низкий. Бог хочет поставить человека в безвыходное положение, чтобы человек расписался и сказал твердо, сдаюсь, теперь ты действуй. Мы иногда думаем, что Бог нарушает законы, когда творит чудо. Это сегодняшняя проповедь Антония Сурожского. Она против оказывается нормальное состояние тогда, когда нет болезней, когда всюду и везде все орошается. Когда человек с грехом разорвал единство с Богом, то этот разрыв подействовал и на животных. Тварь поднялась на человека. Комары, клещи, вши и прочие мелкота. Поднялись львы. Слава Иисусу Христу! Волки, змеи, все грозуют человека, как бунтаря против Бога. И когда человек ведет достойный образ жизни, то его все собаки признают. Бросили Данила ко львам, и они его не тронули. Кит не мог переварить Иону, и за три дня не мог его переварить. А там у него в животе бочка кислоты, желудочный сок. Случалось, что кит подоглотит человека кашелот с большой глоткой, и уже через час там мыло из него. Когда человек входит в близость с Богом, он возвращает к законным выгодам данное состояние. И тогда мы это называем чудом, необычным. И нам кажется, что Бог изменил законы природы. Но в действительности же законы природы, данные Богом, мы исказили грехом. И они константа нам кажутся естественными. Ио Златоуст говорит, что когда хозяин пьяный вывернет шубу и ползет на четверейках, переблеванный и в грязи, то его собственная собака может покусать, не узнавшись своего хозяина. От него уже другой запах, другой вид, все иное. А когда животные видят человека в первозданном Адамовом виде, они ласятся к нему. Ехидна не могла угрызть апостола Павла. Ты что-то далеко ушел, по-моему, что-то неладно это будет. Не надо было так далеко. Дальше. Когда же Павел набрал множество хворост и клал на огонь, тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. На руке его? Его ты уже прямо съедаешь, это слово последнее. Когда же Павел набрал множество хворост и клал на огонь, тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его, спавшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, страхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, и он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая, долго видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Так и мне, вот вас там, то другое со мной будет. Проходит время, а со мной ничего нет. Я уже тысячу раз на ровне. То убьют меня, то, что ничего нет. Ну, перемените мысли-то свои. Даже и на племеннике это понимали, что ошиблись. Но если это человек в миссионерском отделе, он не может переменить мысли. Почему? Потому что все основано на лжи. На раболепте перед епископом. Вот сейчас, которые, только что совещание там было, какие рабы эти священники и все остальные перед нечеловеческой властью епископов. Что мы знаем о собаках? Их еще называют псами. Я занимался собаками не один год, при том в краевом уголовном розыске. Принес сегодня фотографии, показать вам. Иногда люди говорят, что занимался бы собакой, если бы она была породистая. В первую очередь, мы сами беспородные. Так что без таких амбиций и прентензий надо бы говорить о друзьях своих. Первую собаку мне в клубе собаководства дали беспородную. И я выдрессировал Рекса так, что его в уголовном розыске ставили пример, называли легендарным. Учить, как научен Рекс. Это как пословица потом вошло в дрессировщиках. Я его купил за 10 рублей и за бидон меду. Вот по рядам я посылаю вам фотографии. И верните их сразу. Достаточно было дать ему команду, чтобы нашел какую вещь, и он все разыщет. Людей много, но он разыщет под другой... Под грудой. Под грудой тряпья, именно этому человеку принадлежащее. Или из ряда в 40 человек он вытащит нужного человека. А ему было всего 6 месяцев от роду. Все зависит от того, в чьих руках будет животина. Если бы даже вот эти наши земли отдать голландцам или наших коров, свиней, англичанам, то результат был бы совершенно иной. Наказательство слов моих корейцы, которые на нашей же земле такое выращивают, что нам и не снилось. Почему-то у них и лучше, и лучше растет, ибо хчи плодоноснее. Вот так и с собаками. Впервые о собаках при крови начитаем в Библии, что сотвори весь мир, видимый в 6 дней, Бог дает оценку своему труду, бытие. И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день 6. Все значит и собака. А это все очень... А что это все очень и очень хорошо. И удивительно хорошо. Узнаем из того, что люди исследуют все это творение Божие 7,5 тысяч лет и не могут увидеть другой край того, что исследуют. Считай дальше. Чувствуют, что за этим и еще что-то есть. А за этим и еще не конец. Есть единственное животное в виде ячерицы. И она бегает по потолку. Долгое время не могли понять, как она удерживается на гладком стеклянном потолке. Даже натертый специальным скользящим веществом потолок, чтобы и коготок нигде не мог зацепиться, не помог, разгадает тайны. С такой же скоростью бежит по потолку и ловит мух геккон. Через микроскоп увидели, что лапка разделяется на несколько лапок. Сделали еще более мощные микроскопы и увидели чудо, что каждая из того десятка ступней разделяется еще на 500. И наконец электронный микроскоп, увеличивая в 300 тысяч раз, показал, что каждая из них еще на тысячу разделяется. И на них присоски. 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 Бог же сделал это и сказал, вот, хорошо весьма. Весьма. Смотрит, сидит перед ним муха. И вдруг ее нет. Даже на глаз невозможно понять, как эта муха вдруг исчезла. И только съемки этого чуда показали, что во рту у него язык несколько раз длиннее собственного тела. Он его выбрасывает, и прилипает муха, и уже пошла к нему в желудок. Собака считается почти самым высокоорганизованным животным, кого знает человек вблизи себя, не считая лошадь. Кратко пройдемся по основным местам Библии, где упоминается о собаках-псах. Много мест, где собаками угрожает Господь, что его сожрут псы, что истребит у человека все, вплоть до мочащегося к стене. Как мочится собака, подняв ногу к стенке? Дрессировке поддается практически любая собака, если она не старая и не трусливая. Я видел на выставке человека, и он рассказывал, что когда кончились соревнования, где его собака вновь заняла первое место, что он купил этого кобеля уже в трехлетнем возрасте. Он говорит, что когда увидел его, сидящего на цепи, то пожалел этого красавца. Ученая собака никогда не должна сидеть на цепи, а на вольере может быть и каждый день на прогулках. Он чрезвычайно злобный пес, и у хозяина шрама на руках от его укусов. Но все же он его научил делать все, что задумал. Собака – животное нечистое. И главное, человек этот работает где-то. Я как понял, он еврей. И у него у собаки повреждено ухо было. Мне пришлось у него эту собаку купить Дингу. Хорошая я ее учил. В контексте рассматривается, как перст Божий, наказующий людей. У собак их почти везде, говорится только в отрицательном смысле. В городах страшно много собак держат. Детей поубивали у трубе женщины, а стариков по садам воздавали в дома престарелых. А теперь с собаками трясутся, и ребятишкам негде играть. Парки, песочницы все загажены. Ужасное безобразие. Собаки беспривязные. 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 Многие покусаны и даже загрызены. Это совершенно сверхненормальное соотношение к собакам. Нигде в мире нет такого обоготворения собак, как за границей. Им особый парикмахерский. Им сотни миллионов долларов за вещание дают, на особых кладбищах хоронят и прочие глупости творят. Ни в одном штате нигде не видел в Америке, чтобы собака, хотя бы одна шавочка, бежала сама по себе без хозяина. Все они на поводках. И много знаков, где изображена собака, а сзади с ловком, совком, рука и 100 долларов, цена неубранного кала. А что, у нас можно было так сделать? Пес, как ничтожество и презренное животное, это было всегда в сравнении, было в обиходе в разных народах и у них. Я поведу тебя через Иудею, доколе не подойдем до Иерусалима, поставлю среди его седалище твое. И ты погонишь их, как овец, не имеющих пастуха, и пес не пошевелит против тебя языком своим. Это сказано мне по откровению и объявлено мне, и я послана возвестить тебе. Исход. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. У собаки есть немало присущих только ей качеств. Собака не потеет, у нее охлаждение организма идет через быстрый приток воздуха, через вентиляцию, отчего у нее рот всегда открыт и язык высунут. С него стекает влага. Язык собаки целителен, и если есть даже застарелые язвы, то рекомендует их смазывать сметаной и давать слизывать собаке. Она находит даже травы целебные, когда болеет или заражена глистами, или если ее укусит змея. У нее нюх развит более, чем у человека в 12500 раз. Так нашли специалисты-кинологи, занимающиеся собаками, как дрессировщики, пьют воду собаки не как лошадь, уткнув морду в воду, но согнутым языком цепляет и втягивает, как на лодочке в себя. Наблюдательность может многое взять для себя от собаки, что было и в древности, судей. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же всех тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. В сравнении с псом было оскорблением. Второе царство. И сказал Овеса, сын Саруин, к сырю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Четвертое царство. И сказал Азаил, что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей, указал мне Господь в тебе царя Сирии. При зрительной отношении к безвольному юноше, идущему в дом блудной женщине, Соломон показывает так плечи. Та час он пошел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и как олень на выстрел. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою, но с ними случаются поверные пословицы, пес возвращается на блевотину, на свою, на свою блевотину, и вымытая свиня идет валяться в грязи. У собаки, как и у волка, есть способность уносить пищу в желудке, а потом отрыгивать ее, и по необходимости потом съедать ее. Второе царство поклонился. Съедать ее. Ее. Он заглатывает и все. И поклонился Мемфис Васфей и сказал, что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я. Первое царство. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою. Псалом 21. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Псалом 28. Вечером возвращаются они, водят как псы и ходят вокруг города. Пусть возвращаются вечером, водят как псы и ходят вокруг города. И это псы, жадные душой, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корость. И Господь называет собаки, священников. Псы. Кому говорит пастыри бессмысленные? Я когда сказал, ой, вы злословите, с вами есть за одним столом нельзя. Вообще писание не знает или дурью мается. Избавят меча душу мою и от псов одинокую мою, Еремия. И пошли на них четыре рода казни, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожрать и истреблять. В народе говорят, такую погоду добрый хозяин и собаку на двор не выгоняет. Сравнение с самого доброго с самым низким положением и жестокость хозяина. Филиппийцы. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Исход. И будете у меня людьми святыми, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его. Матфея. Не отдавайте святыне псам, не бросайте жевчинга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали ногами своими и обратившись не растерзали вас. Сами называются не верующие, а свиньями верующие, которые живут грязной жизнью. Иов. А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить в псами стад моих. Вот сегодня хамье такое, если они относятся к миссионерским каким-то отделам, вымороченным отделам, у более наглых, у более тупых, кажется, людей нет на земле. Совершенно хамье. И, пожалуйста, отдел, почему система, ему дают там что-то, прикармливают его, ну и дальше идут они на убой. Их потом Господь будет просто выничтожать, вырезать. Это не верующие, как правило, блудники, по-плоцки даже. И они смеются надо мною, в правнуки годятся. Они ели за моим столом, и я привечал их. 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 И вот они воют вокруг и в газетах, и по радио, и хулят за своими столами, и своих детей против меня травят. Они хуже собак, первое царство. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою и камнями. Разве я собака? И сказал Давиде, нет, но хуже собаки. И проклял филистимлянин Давида своими богами. В Жириновске выступает Рамзан Кадыров и Жириновска собака. Другого слова у него нет. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным? Причь. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Никогда не вмешивается, ссорится между собой, ссорится, ну и пускай. Сравнение с собакой оскорбляло честь и достоинство. Но на деле оказалось, что оскорблена должна быть собака, которая поощряется хозяином за ее верность, бескорыстие, Исаия. Беззаконник же, заколающий валаш, то же, что убивающий человека, приносящий агнесов, жертву, то же, что задушающий пса. Эквизиаст. Кто находится между живыми, тому и еще есть надежда, что, как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Из всех животных собака выделена по нечистоте в особую группу, как и блудница. Второзаконие. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Является она учителем для нас. А в чем сейчас и посмотрим. Добрые пасторы, священники, архиереи, есть настоящие верные псы у Господа Бога. Они охраняют дом Божий. Исайя. Стражи их слепы все. И невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Лука. И желал напитаться крошками, падающими со стола богаща. И псы, приходя, лизали с трупья его. И даже в вечности. Когда мировая история уже закончена, псы выделяются из-за своей свирепости и безбожия. Собак верующих нет. Так было видение, показано жаждущее истину душе. А ласточки все верующие, а из воробьев многие неверующие. Конечно, это образно имеет значение. Откровение. А вне псы и чародеи, и любодей, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Конечно же, не о собаках речь здесь. В Тихом Доне, говорит свидетель революции о коммунистах, придет время, вас будут вешать, как бешеных собак. У корейцев любимое блюдо из собак, и чтобы она была особо вкусной, ее забивают заживо. Кто болеет туберкулезом, тем советуют есть молодых щенков. Безбожники собак называют братьями нашими меньшими. Количество пород невообразимо. Иногда называют по национальности, иногда по месту. Сен-Бернард. Учат их искать заблудившихся и попавших под снег. На нее нагружает самое необходимое для человека. Она может на глубине нескольких метров обнаружить заваленного под снегом. Найдя, она берет в рот висящую на шее у нее палочку, чтобы дать хозяевам знать, что нашла, а потом ведет туда спасателей. А если она на поверхности, то она спокойно стоит, пока тот разгружает ее. И даже вино ему принесет, и дорогой, как люди спасатели, не выпьет. Пожарные собаки выносят детей из огня. В школьном учебнике говорится, как собаку посылали несколько раз, и она наконец вынесла большую куклу. При обучении собаке дают такую установку. Всегда она непобедимая, неустрашимая, и всегда враг будет сломлен. Есть Ньюфаунленды. Эти ныряют в воду, и на глубине нескольких метров могут найти утопшего и тащить его за ноги, а чтобы голова была его наверху. Представляя, что когда человек в воде придет в себя и увидит вплотную к нему, к лицу такое страшилище, то не подумает ли, что лучше лежать на дне или на воде, чем быть в зубах влекущего твари. Есть совсем коротконогие таксты, чтобы они могли пробираться в норы и барсуков, и лис вытаскивать из норы. Русские гончие, такие тощие, высокие ноги у них, и они сами как коромысла согнуты. Наш отец рассказывал случай, какой у них произошел в России, что будто бы одного человека в должности, кажется, полицейского, была поездка в деревню иную зимой, и на него напали волки, штуки три. Он выстрелил несколько раз и погнал домой лошадь, а собака сразилась с волками. С волками. С волками. Дома, уже сидя за столом, он рассказал жене об этом, пожалел собаку, ибо он любил ее по-своему. Она же сказала, что не нужно было бросать этого пса, он очень верный. Но один против трех волков. Тут силы явно были неравны. Часа через три хозяин вышел на крыльцо и видит своего верного защитника, который, шатаясь, подходил ко крыльцу. Хозяин хотел его приласкать, видимо, ничего не подозревая, но собака бросилась на хозяина и вцепилась в его горло, разорвала его. Собаку арестовали на завтра, но когда поехали на дорогу, то нашли двух или трех волков, задушенных ею, и эту собаку взяли, полицейский участок служить там. Я ничего не понял. Как ее взяли, на хозяина загрызла-то. Что? На хозяина загрызла насмерть собака-то. Да. А ее взяли в участок служить. И она поступила правильно. Он ее бросил, предатель. Она его спасала. Понятно. И он погнал. У него в руках пистолет, а он погнал домой, угнал лошадь на лошади. А был бы рядом-то, он стрелял бы. Я понял. И одно бросил-то. Явно дело, что он достойен того. Что ты думаешь? Собаки на фронтах спасали не сотни, Спасли. Спасли не сотни, а тысячи человеческих жизней. В войну учили целые батальоны таких героев собак, которые обвешаны противотанковыми гранатами бросались под немецкие танки и взрывали их. Считал несколько трогательных рассказов на тему верности собак. Похоронили фронтовика, как у белого Бима. И она осталась на кладбище сторожить покой хозяина. А ей так простроили конуру и кормили. Другой случай, когда неизвестно почему, овчарку оставили на вокзале. И теперь она вот уже несколько лет к одному и тому же часу приходит на вокзал, чтобы встретить так и невозвратившегося хозяина. И проводники собирают остатки пищи и выносят ей. Во всех странах стоят питомники с собаком. Памятники. А, памятники с собаком. Как ты считаешь, непонятно. Не знаю, что такое. Что с тобой? Ты не с желанием это делаешь или что? С желанием. Ну, делай, прости, вот, ты же хорошо считаешь. У нас стоит с пограничником, чтобы ловить зэков, политических и иных сынов ГУЛАГа, говорит Солженицын. Сейчас их используют для обнаружения мин, наркотиков и для других целей. В войну они роль санитаров исполняли и были курьерами. Я держал несколько собак, восточно-европейских овчарок. Они работали в милиции. За мной два раза каждый день приезжали, их подсаживали в ювелирные магазины. Преступники приспособились. Ударят кувалдой в окно. Схватили, что нужно. И пока приедет милиция, тех уже и след простыл. А здесь разбили, она бросилась, и они ничего не могли взять. Приехала милиция, она не пускает ни их, ни продавца. Они щитом заложили разбитую витрину и искать меня. Соседи говорят, что я ушел в церковь, видимо. Они в Покровский собор, и там нашли меня, стоящий в уголке, и на машину, и поскорее в магазин. Пустили меня через дверь, и я свою дингу забрал, и тогда они вошли. Все целенькое на витринах. Неблагодарность и премия, кажется. А может быть и забыли отдать. Морские пехотинцы в Америке взяли своей эмблемой собаку Рост Биф, которая берет, как Райтвиллер, мертвой хваткой, подобно бультерьерам, которые запрещены для перевозки на самолетах. Они загрызают человека. При продаже щенков сейчас не стали писать кобель, сука, но мальчик, девочка. Наш дедушка Егор клал печь, и одна мать ругает своего парнишку. Сунишку. Сунишку. Сукин сын. Он тогда матери говорит, если он сукин сын, то ты кто? Это мой дед, Егор Ларионович. Когда расстреливали царское семейство, то на руках Алеши, сына царя Николая II, была собачка. В книге Сталин и Гитлер стоит Адольф с Евой Браун, и рядом его любимая собака, эльзанская овчарка, блонди звали ее. Выведена овчарка шотландская, Колли, очень ласковая, какая-то воздушная, и она выполняет роль няньки. За ребятишками ходит, она не требует никаких подгузников. Все зализывает. Все. Есть специально обученные собаки-поводыри для слепых. Как перейти на зеленый свет? Куда провести их хозяина? Зализывают у нас ребятишки, это наши ребятишки, ходили здесь, собака наша была там, и они ходят без штанов, и все маленькие совсем. Она только видит, что не ладно, она подходит, зализывает, у нее геи еще нет. Она ест это. Демоны являлись очень часто в виде псов. Это в житиях Иоанна Богослова. Апостола Петра и других. Когда Трифон 1 февраля исцелил царскую дочь от беснования, царь стал требовать показать этого демона. Святой ответил, что хотя он и изгоняет бесов в силу Христа, но видеть их не видит. Надо молиться, и Бог может показать. И вот явление беса было в виде пса черного. 1 сентября Семен Столпник видел, что при свитера вошел демон в виде черного пса. Спросил, за что же такое горе постигло священника. Ответ, потому что без страха входил в алтарь. Вот про черного пса я потом в конце расскажу, как я держал черную, как смоль собаку. И что с ней было? 23 апреля Феодор Сикиот, дьявол в виде собак, устрашал его, чтобы он не ходил в церковь. 3 мая Феодосий Печерский, основатель русского монашества, видел демона в виде черного пса и хотел его ударить. 24 мая Милетий, бесы вошли в собак и собаки начали выть, а хозяева, как в нашей деревне, никаких мер не принимали. Он перебил всех собак. Вот и все, это и Аники так же делал. Мне этот святой нравится своей решительностью. Тут бы сейчас наши бунтари баламутить начали. Да какой ты святой, да лучше бы за своими свиньями смотрел. Точно так же и Аники Великий всех водщих собак перебил. Удивительно, с чем он их колотил пошел, монтировку взял или как. Животные, которые начинают бесноваться, они вредят человеку, нарушают покой и погибают вместе с демонами, стадо свиней, бросившиеся в море. Не заступайте за свиней, что такой виск стоит, они тоже погибли. Собаки ваши, когда они на облака облака брешут, они достойны той же участи. В нашем уставе, как сказано, пункт 10, бесполезный, это когда никого нет, а она то на кошку, то на корову лает. Прекратите нарушать устав и запретите собакам лаять зря. Учить по этому вопросу очень легко, для этого рядом приготовьте хворостину, и когда она начнет лаять, удержите ее за цепь и несколько раз ее ударьте по спине. Легко или сильнее? Легко или сильнее? Легко. В зависимости от норма собаки, приговаривая грозно, перестань, перестань. Все, учеба закончилась. Так раза три проглать ее, и она уже поняла, что в доме есть кто-то выше ее по званию, и что тут живут не собаки беспризорные на двух ногах. Если же она оповестила хозяина чужом человеке, то для поощрения ее у вас должны быть заранее засушены маленькие кусочки мяса или сахара. Продайте ей с ладони, хорошо, прижимая ладони к спине, несколько раз проведите ее по спине от головы ко хвосту, приговаривая ласково «хорошо, чужой, хорошо, чужой». Собаки, которые не... Ты даже не знаешь, как «хорошо, чужой, хорошо, чужой». У тебя что, собак никогда не было? Сергей Павлович, что должно вместе слитно быть. Собаки, которые не имеют хозяев, называются шатохи. Они шатаются, сбиваются в стаи и губят все, нападают и на людей. Кодла. Вот это Кодла, вот отсюда она идет, когда они вместе собираются, в миссионерский отдел и нападают на кого-то. Их уже красными флажками не загнать. Это Юрий Бондарев описывает красочно. Название... Писатель такой. Название, кличка собаки, должна быть краткая, звучная и исключающая человеческие имена. Нельзя ни в коем случае на злу соседу называть птину именем соседа Игорь Николаевич или Василий Федорович. Это есть преступление. У Гоголя это описано обывание Никифоровича. Если кобель Марс, а мать будет Берта, то как назвать? Удобно так, Марбер. А если будет самочка, то Марба. Имена можно придумывать, как имена людям придумывали революционеры. Вот у нас была куплена белая кобыла. Ее звали Зина. Это же человеческое имя святой. Я тут же переименовал Зира. Это что, значит с английского нуль. Ну, Зиру. Она про это все равно не узнает. Паспорт ей не менять. Одному я подарил щенка и просил назвать ее Беза. Что по-немецки значит злая. Или кобелька, карай, это по-латышски воинственный. Вполне прилично и кратко. А тут придумывать ли назвать кобеля лордом. Это все от невежества. Лорд по-английски означает господь, господин. Доехали. Это все от безграмотности, от того, что и на занятия эти люди не ходят. Да, это потеряется. Я говорю, карай, в мешке его привезли щенка. Семен Сисков привез. И когда Ося-то был маленький, пятилетний-то. И что-то его обидели. Меня никто не любит. Как не любит? А карай с тобой играет. Он подошел, сел на корточки. Карай, ты меня любишь? Карай любит меня? Восстал я за ликвидацию этой клички. Иначе побитый ты будете господом. Да, ужасная трагедия в этой семье была. Страшная. Виляжу стушевались, назвали Лорик. Вот. Какая ему разница, все равно каторгу несет и у этих людей. На прогулку почти не выводит. Он совершенно глупый и куриц дает у хозяина. Придумали, что если коту обязательно Васька, Коза обязательно Машка, Поросенок Боровок Борька. В деревне нет фантазии. Из 15 коров 5 зорик. Эх, как в детсадике Ленке да Наташке. С собаками сейчас разыскивают людей под завалами, подкладывают подушки, надувают их, поднимают плиты и туда посылают собак. Вот видите как? Вот на прогулку не выводит, куриц давит и в конце концов людям этим пришлось и у Игоря сами своими руками их вывели и расстреляли. Он задавил у Игоря Ягненка. Все, теперь его не отучить. Это вы виноваты, это не он. Дальше. Павлов Иван Петрович об этом ученом компьютерная система показала, что он самый знаменитый человек в мире, внесший неоценимый вклад в науку. Не Ленин и не Гитлер. Рефлекторная система повысшей нервной деятельности. Он работал с собаками. Первые космические предшественники были собачки Стрелка и Белка. Непонятно, почему храм нужно освящать, если туда войдет собака, а если во время службы бродит там кошка, то архиерею и нужды нет. Пусть бы мне правила какие-то показали, или же откровения, сновидения, или... А дрессировке собак написано много книг. Вот у меня только три или четыре книги. Самая первая, как выбрать щенка. Выводок называется пометом, а случкой вязкой. Выбирает из помета сначала себе хозяин второго щенка за вязку. За случку отдают в месячном возрасте. На выбор того хозяина кобеля, и потом остальных уже на продажу. Помете может быть несколько, и ты смотри во время их еды, какой он наиболее жоркий, быстро ест, и других еще чашки отталкивает. Когда раньше хозяин нанимал на работу людей, то так и смотрел, кто как ест. Сегодня, правда, это почему-то не сходится. У меня в лагере есть дети, едят за троих, и на работу совсем падки. Не падки. Не падки. На падки. Не падки, да? Да, да, не падки. Кто жадный, о нем говорят, как собака лежит на сене. Сам не ам и другим не дам. Сейчас это употребляют в отрицательном смысле. Говорят, что вот был лесник, за бутылку можно было лесовоз вывезти, а этот не пьет и все дает точно по выписанному. Говорят, его собаку не жалко убить такой жмот. Так он в государственной работе. Геологи используют собак, и она даже грибы может находить. У меня была собачка пела, когда люди поют, и голову опустят, и тембр даже похож был на мой. А на фотографии мы сидим на крыше, и она на меня похожа. сосиски, сосиски, американские, называется горячая собака. Наверное, от того, чтобы показать, во что превращаются те, кто ест эти кровавые жгуты. Это я так называю. 7 февраля, Парфений, на него кинулся очень большой пес. Парфений дунул на него, и пес сдох. Мы были у Суворовых там, и он, это у меня ролик записан, я, говорит, пошел в церковь, и выскочила собака, огромная собака, и на меня, я, говорит, так рукой, она, говорит, руку у меня до сих пор, говорит, я ей в пасть. Я внутри пасти, вот так, говорит, рукой совершил крестное знамение. Как пес завизжал, говорит, руку отпустил, говорит, и куда он там ударился об забор, или куда улетел, говорит, внутри. Вот это православный Николай Павлович. 15 июня дуло, или дуло, пес охранял его тело, а другой принес одежду, чтобы прикрыть его. 24 июля Симеон Еродивый не знал, с чего начать придуряться. Он взял дохлую собаку со свалки, привязал ее за хвост и поволок ее в город. Этим он хотел показать, что люди такие же дохлые собаки, и их нужно так же мучить и влочить. Однажды он набрал камешков и кидает в людей, и люди перестали ходить туда, где он перегородил им улицу. Что с дурака возьмешь? Но одна собака бросилась в ту улицу, и в нее тотчас вошел демон, и она взбесилась и закрутилась волчком, завизжала. Тогда люди поняли, что он видел беса, сидящего там, и готовы выйти в первого, кто пойдет. Он, оказывается, камнями людей отгонял, ибо видел беса, которого колдун наслал. Вот как. 8 мая Арсений Великий. Он у себя имел монаха небольшого роста, Иоанна Колова. Иоанн считал его большим по духу. И однажды он решил показать смирение его другому гостю. Он подошел к Арсению и просит, благослови отче вкусить. Вот этот Иоанн, вот этот Иоанн Колов подошел к Арсению, а там гости сидят и просят, благослови отче вкусить. Арсений сидел с гостем и не повернулся к нему, но бросил через плечо сухарь. Тот сразу встал на четвереньки и зубами взял его и пополз в угол и стал его там грызти. Вот если бы нам кому-то бросили хотя бы морковку, да тут бы тоталитарная секта, да подавление гражданских прав, да оскорбление и прочая мудрость перская наволоклась бы. А ты смирись. Сказал принести сюда щенка тебе на пользу. Он не пришел и лишил себя и других удовольствия полюбоваться тем, что тебе Бог дал. Главное, чтобы только не покориться. Это Виталий, я к Виталию говорю. Такой он и остался. Показать, что он независимый и свободный и такой вольный-привольный сидит дома и не видит, что без его дома булгачит во все ребра. И так и получилось. Я когда говорил, еще ничего не знал. Именно все так и получилось. По откровению Божию было. Привел бы щенка. Они тут проиграли. Раз в пять лет это попросил. Да не в жизнь, чтобы покориться. Чисто старообрядческая, смертоносное упрямство. Да какое же отношение иметь к Евангелии такое противление? Он сказал, я ребра-то. Ну вообще, про ребра даже не знал. Именно с ребрами у него и случится. Ну как ты мог знать? Да никак не знать. Я просто сказал. Он тысячу раз покаялся, что не привел. Иоанн не унизил себя. Раз настоятель дал так, то ясно, что ему виднее, что я пес. Я так и ем, как собака. А здесь не трожь. Я сам свои проблемы разрешу. Ох, Виталий, не разрешишь. Сегодня же на духовных развалинах сидишь. И будет еще горшу. Укороти себя и смирись. И это у него уже не первый раз такой всплеск. Он читает, господи помилуй, а мы в шалаше лежим, когда еще потерявку не строили. Там и близкие с ним. Его родной брат, Володя, женат на моей родной сестре. Вот лежим, я говорю, ну давай, на улице Комары, мы в шалаше, читает, господи помилуй. Он господи помилуй, читает, господи помилуй, господи помилуй, господи, как будто Бога, я говорю, за грудки берешь. Ну скажи так, господи помилуй, у меня никак не получается. Чтобы у тебя с выражением прочитать стихи, это мертвое дело. У тебя другое, безразличие, ты сквозняк. Вот такой ты и есть. Ты на него покажи, вот он сидит головой, как его, а что ты дремлешь-то тоже? Нет, нет. Да, ну давай дальше. Видно? Так, где тут? Это уже у него не первый раз такой всплеск. Не посмотрел ни на что, что я кормлю столько лет духовным, что они начали, начни мы строиться, потерявки, то ты тут бы не был никогда. И не нашел бы себе жену, у нас здесь нашел, которая к нам приехала. Так, ищема никому не обязана, и давится своей независимостью, а нуждается в самом необходимом. Ни одного человека привлечь к себе не может. Дожил до 20 лет, и нет ни одного друга. Совершенно нелюдимые. И против всякой попытки сломать в них этот бурелом невежества яростно восстают. Дружбы-то и в деревне нет ни с кем, и со своими племянниками до угроз и драки полшага. Покорности нет, значит, люди тебе и не нужны, и будет Бог крошить на мелкое. Разве такие качества могут, кого-то к тебе привлекать? Считай дальше, говорит. Говорит. Я приехал, потеряю вкус самостоятельно жить. Отвечаем, что самостоятельно никто не живет, и я не живу самостоятельно, а и батюшка не живет самостоятельно. Мы все кому-то покорны. Ты помнишь, что меня-то никто не ставил учить вас. Я печник, и я не пророк, и не учитель, а люблю вас, и хочу, чтобы вы были мудрее вчерашнего. Чтобы преподготовиться на эту простую, с виду, тему, я не сплю уже несколько ночей. Уже сколько ночей? Опять не подставил здесь. А, уже сколько ночей? Сколько много, а несколько, это совсем мало. Откуда не у тебя появилось? Вот объясни мне. Откуда? Читаешь нормально. Ты мне объясни, думай об этом. Я считаю, это духовное повреждение. И связано с течистой силой. Все работаю с материалами, а днем работаю, как и ты. Понятно, чтобы эту тему дать, все данные собрать, я уже сколько времени провел. Дальше. Поехал он прошлый год к теще, заехал ко мне, и говорит, что там у них нечего читать. Я сразу же создал ему библиотеку из новых книг, дал 32 книги, больших и малых. Бесплатно же все это. Когда я занимался в уголовном розыске, начальник Никитенко капитана говорит, сегодня на сбору в 2 часа ночи. Я на работе немедленно подменился и готов к бою. Машина милицейская заехала, и начинаем патрулировать юбилейный парк. У них работала одна беспородная собака, самая лучшая. Но если на пути преступник пробежал по помойке, то тут она теряла несколько минут, вспоминая свою родину. Ходит, ее дергать нельзя было. Она сытая, но ходит, все обнюхивает, она бегала когда-то. Она там ничего не ела, а ходила и обнюхивала все. Если бы преступники знали это, они бы с помоек не сходили. Исследователи нашли, что если инвалид держит в квартире собаку, то вот таких количеств инфарктов в 4 раза меньше. Собаке снимает стресс. Она лизнула тебя, ты погладил ее, поговорил с ней. Собака никогда тебя не осудит за горбатый нос или за раскосые глаза. Она вас любит любого. Никогда за шиворот не берите щенка. Это в нем разовьет трусость. Он в этом случае представляет вас неимоверно большой собакой, который треплет его за шиворот. Почему на милицию говорят легавые? Легавые это порода собак таких. Не на тракториста, не на учителя, не на судью. Легавая порода собак старинная русская. Может быть, сами этого не понимая, люди желают оскорбить милицию. Что, где они такие же, как собаки, вынюхивают, вызнают, кусают простых и добрых граждан. Мне же видится в этом прозвище другое. Без милиции и носа не высунул бы. Видите, сколько данных выдаю. Когда в Швеции забастовали врачи, то смертность уменьшилась в 3 раза. Но когда полицейские забастовали, то преступность увеличилась в 3 раза. Если милиция легавая, значит, они самые нужные, а они охраняют и защищают нас. Ну, можете считать маленько с выражением-то. В сказке про царевну у Пушкина говорится, что... Когда царевна была отравлена, собака это знала и не могла сказать, то бросилась на яблоко и проглотила на их глаза и сдохла. Так было и с Достоевским, когда его санитар хотел отравить заприсланную ему рубашку. Прирученная им собака ударила лапами в стакан молока и съела, и сдохла тут же. В одном концлагере собака проползала под колючью проволоку и приносила кости, которыми жили хозяева. Трусливые собаки не поддаются дрессировке, и они уничтожаются сразу же, чтобы не заражали других. Вот какие. Метод дрессировки всегда поощрение и наказание. Самая первая команда ко мне. Если ты вернулся домой, оказалось, что щеленок у тебя полдивана сел, не вздумай наказать его. Он давно уже забыл про диван. Он радуется, ожидая тебя. И вдруг окрик и битье. Все, он знает, что приход твой к битью. И битье взаимосвязано. Ты потерял друга. Ты вот вообще не понимаешь, ни в птицах, ни в животных. Это нехорошо. Вучись, около меня живешь. Диван не восстановишь, и собаку потеряешь. Если же он при тебе рвет книжку, вот в это время легонько, ну, ударь его по носу книжкой. Он будет знать, что книжка дерется, и ее надо... Ее не надо. Посмотри, не надо. Не отбросил. Как одержимость. Ну, я вижу, ну, что я поделаю. Ну, зачем? Зачем ты ее отбрасываешь? Объясни. Ты никогда этого не знал бы, как бы я тебя не избрал на это дело. Мне нравится, что ты умеешь считать. Дальше. Применяя это все в христианской жизни, перекладывая к себе и своему житью, и дается повеление наказывать ребенка розгой, а не ладонью, и не кулаком. Прище. В устах разумного находится мудрость на теле глупого розга. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалить ее от него. Я сказал о розгой и сразу выбираю все места эти. Не оставляй юноше без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь души его от преисподней. Розгой и обречение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Помни это. Юродивый, которому приехал священник, говорить ему, собаку любить надо и отошел от него. Священник всю дорогу думал, как и что я не так делаю. Дома у меня собака хорошая, сидит на цепи, кормлю ее, зря не лает, что же надо этому Николе. Все с женой советовался, что же ему Юродиво хотел тем сказать, но когда приехал домой, то решил посмотреть. Уже две недели не прогуливал свою Рену, а у нее на ошейнике заклепка вышла и шкуру протерла в мясо и до костей. Как у Петти Калашникова протер до позвоночника шею кобелек Татошка. Татошка. Это уже я конкретно говорю, которые потеряевки были. Плищи праведны, печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Прогуливать собаку нужно так, чтобы каждую минутку она была перед твоими глазами. Если же она на другую сторону дома ушла, и ты ее не видишь, она уже не твоя. Когда кто-то на другого нападает внезапно, то говорят... Нападет. А, нападет внезапно, то говорят, как с цепи сорвался. Значит, собака на цепи и злобная, и неразумная. Рассказы про Каштанку. Чехова трогает в ее сердце. Про Тему и Жучку. Но иногда люди не считают для себя за оскорбление, если их называть собакой. Лишь бы была от этого польза. Молодой милиционер на КПП задержал машину Богатого и начал прискребаться. Тот посмотрел на него, достал сто рублей, плюнул на нее, хлопнул его по лбу и сказал, да подавись ты, собака. Сел за руль и укатил. Тогда молодой зашел в отделение КПП. В здание КПП. А, в здание КПП. И рассказал капитану всю эту непонятную для салаги историю. Старший тут взял сто рублевку и сказал, это не про тебя, ты еще и щенок, собака это я. И положил копюру в карман. Он собакой назвал. Когда Лермонтова застрелили, тот царь сказал в ответ на сообщение, собаки, собачья смерть. Было ли так? Беспокаянная и внезапная смерть дерзкого человека. Фильм по роману Собачье сердце Булгакова говорит, кто же такие люди безбожники, правители, и как они сравниваются с собаками. Когда узнали, что у Гитлера есть ставка Белоруссии, то посланные туда группы все погибали. Их обнаруживали собаки в любое время суток. Вот так. Десятая заповедь Моисеева закона. Она и в Новом Завете имеет всю свою силу. Не пожелай чужого. И если забодавшего быка его хозяина передайте смерти, то что-то от этой заповеди падает и на хозяина собаки. Читал, как два барина поспорили между собой. Один из них работал на таможне границы и уверял, что у него никто не провезет никакие драгоценности, кроме положенных за границу. Наутро приехал спорщик и тот его тщательнейше обыскал до колес и до лошадей. Все, сказал, проезжай, ничего у тебя нет. Тот проехал, а потом показывает массу бриллиантов, которые он все-таки сумел провести без досмотра. А он еще вечером этому таможеннику показал все эти бриллианты и уверил, что тот не найдет их у него. Побились об заклад и этот теперь проиграл. Конец досмотра. Распрягали дуги, оглобли и пустоты искали. Все проверили до крошки. Проверяли лучшие офицеры и сам генерал досматривал опыт десятилетний. Поставил печать, что ничего не найдено. Пропуск на руках. Проехавший после этого пока позвал жучка, иди сюда. Он отпарывает от нее нашитую на ней шкурку, а под ней полкилограмма бриллиантов. Тот генерал готов был эту собаку с зубами съесть, а она пробежала под шлагбаумом и ждала их во время обыска на той стороне границы. Вот как и делается. Рассказ Муму трогает и сегодня сердца взрослых и детей. Тургене... А то теперь тронуло сердце всех. Это Жириновский Владимир Вольфович рассказал, и там Путин сидел и смеялся. Глухонемой Герасим не слышал, что водит у него собака. Так и у нашего Андрея Глухонемого водит собака ночью, а утром я ему и сказал, он же отвечает, ничего не слышал, она молчит и меня. Собачьи основные качества, которые и нам надо в себе вырабатывать верность, смелость и чуткость. Свинья для мяса, корова для молока, а собака для чего? На чем ездят на севере, на собаках, охрана границ и везде, с кем? С собаками. Охотятся с кем на зверя? С собакой. От собаки идет шерсть на носки, и болезнь, ревматизм не любит ее. Шкура идет на унты, на шапки. Знаешь, такое унты, знаешь? У летчиков самые теплые сапоги, унты. Дальше. Шуба из собачьих шкур называется доха. Даха. Жир идет... У нашего отца была доха собачья, и никакой мороз не промораживает. А из шкур, овечьих, это шуба. Жир идет против туберкулеза и на женскую помаду. Вот еще мажет женщина, почему они такие злые? Вся помада на собачьем жиру. Когда на границе едут на большие расстояния, то там у коня специально делают полочки у седла, где сидит собака и смотрит сверху. У меня собака брала барьеры 2 метра 80 сантиметров. Она запрыгивала на железный контейнер, стоящий на контейнеровозе. Со своей дингой я занимался днем и ночью. Напротив нас останавливаются грузовые поезда. Она по команде запрыгивала на высокой насыпи, стоящие поезда поезда. Поезда. Да. Стоящие поезда. Да, поезда. Поезда, да. На переходные площадки. И когда поезд уже дергался и уходил, она не двигалась, а только смотрела на меня, стоящая возле своего дома через улицу от поездов. Представьте, как я рисковал ей. Я страшно рисковал потерять ее, но мне нужна была смелая собака. И тогда я махал ей рукой. А поезд гремит, не слышно. Она смотрит. Я вот так рукой левой махнул, все, тогда она спрыгивает. Катится прям буквально по насыпи. Насыпь высокая, метра три. И спрыгивал на ходу. Бежала к дому. Если я садил ее в кустах, непривязанную, то рядом могли бегать кошки, кролики, и она только ушками прядала. 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 И не двигалась с места, ибо она охраняла предмет. Это не закончено, видно, что... Ну, вот ты говорил про собак сколько. Интересно? Интересно. Почему? Любую тему можно сделать интересной для всех. И ты, если этим занимался. Я говорю-то не то, что я только обидел, слышал. Ну, вот все. Теперь другую тему возьмем. Угу.